ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ О, здравствуйте. Вы пел первый блогер, на кого я попал. Повезло вам. Или не повезло, даже не знаю. А почему нет? Нет, я же не знаю, повезло или не повезло. Вы записываете или стримите? Я записываю, я редко-редко стримлю. Надо стрим уже сделать, кстати. Надо сделать. Я все жду каких-нибудь ярких событий и сделаю. А какие события вам надо? Ну там же где-нибудь широко Украина прорвала ваш фронт и погнала вас, блин, как тогда под Харьковом сразу. Так не получается же. Ну не получается, потому что вы копались так, как кроты там, конечно. Но для этого и сделана оборона. Ну да, да. А нет, потихоньку, полегоньку Украина вас вытесняет. Да? Конечно. А почему это нигде не описывается? Как это не описывается? Описывается, конечно. Посмотри, посмотри, видео каждый день выходят. Не видео, а именно, знаете, издание какое-нибудь, где написано Нью-Йорк Таймс, допустим, что Украина прямо наступает. Да, да, институт изучения войны. Почитай. Это Нью-Йорк Таймс. Институт изучения войны, ты знаешь, я думаю, что это посерьезнее, чем Нью-Йорк Таймс. Институт изучения войны занимается изучением войны. Тем более Нью-Йорк Таймс, он же просто цитирует кого-то. Он, кстати, много раз ссылается и на институт изучения войны. Есть Вашингтон пост, тоже ссылается. Почитай, в этих изданиях тоже они часто ссылаются на институт изучения войны. И что в последнее время они пишут? Пишут, что под Авдеевкой вас просто, блин, вы столько потеряли. Что это просто страшно. Вы теряете... А почему дальше не пошли? В день по 600-800 человек? Куда вы дальше? Вы пытаетесь атаковать? Нет. Вас кладут сотнями. А почему тогда украинские войска, украинские и украинские, без разницы, я не знаю, как у Вас правило, ударение, почему они дальше не пошли? Куда дальше? Ну, смотрите, 600 человек... Украина Авдеевку защищает. Куда она пойдет? Она в Авдеевке, а Украина сейчас в обороне. У Вас превосходящие силы. А где контрнаступ? Контрнаступ на юге? На юге? На юге, да. И... Регулярно вытесняют вас по 100 метров, по 200 метров в день. В районе Клещеевки, Клещеевки, Матвеевки, да. Извините, я Вас видел, но не помню, как к Вам обращаться можно. Владимир меня зовут. Владимир меня зовут. Меня, Анатолий Живут, смотрите, 100-200 метров, это несерьезно. Да, это несерьезно, если говорить вообще, да, в целом. Нет, смотри... Ну, так же, как и Украина. Как и Украины в Авдеевке, совершенно верно, по Авдеевке. Абсолютно точно. Очень много минных полей. С обеих сторон. Но, хорошо, давай я тебе другое расскажу. Пару дней назад... Нет, 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 нет. Не надо другое. Хорошо, не другое. Это тоже самое рассказывать. Я расскажу. Продолжайте. То, вы говорите, 100 метров примерно в день. Да, продолжаю. Подожди, я не закончил, да, я закончил ответ? Не перебивай. Давайте. Да, так вот, украинцы закрепились несколько дней назад на левом берегу Днепра и расширили свой флотсдарм. Это написано в нескольких источниках иностранных, международных. И все. И вы уже там ничего не можете сделать. Вы не можете скинуть украинцев обратно в Днепр. Уже все, там уже плацдарм образуется. Владимир Есенинки, вы ушли из темы, что войска Украины, ВСУ, тесняют по 100, по 200 метров в день российские войска ВКС России. Да, да, да. Вы понимаете, что такое 100 метров? Конечно, понимаю. То есть, 100 метров, разграничение между ВСУ и ВКС примерно около полукилометра. Что такое ВКС? ВКС? Ты сказал разграничение между ВСУ и ВКС. Что такое ВКС? Ну, можете называть, что вооруженные силы России, ВС России. А ВКС что такое? Это вооруженные силы, как оно правильно, ВКС, военно-космические силы России, ВКС. А, то есть между ВСУ и военно-космическими силами России полкилометра? Ну, вообще, в общем, нет, давайте, ладно, ВСУ и ВСРФ, да, 100 метров. Нет, не стоит, не, ну, вытесняют, говорите, на 100 метров. Да, по 100, по 200, когда как? Нет, подождите, чтобы зайти на 100 метров, это надо куда-то зайти и где-то закрепить. Да. Правильно? Обычно заходят на опорные пункты, либо окопы. Да, это леса, 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 посадки какие-нибудь, да? Да, 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 где есть траншеи, которые выкопал противник. Ну, в основном, в основном, да. 100 метр, да, это не в основном, это так и действует, что мы захватываем какие-то опорные пункты, либо траншеи противника. Ну, хорошо, ну, короче, короче, мы сейчас будем селить. 100 метров в день, то есть вы хотите сказать, что между вашими и нашими силами 100 метров разграничения. Окопы российских поезд и украинских поездов. Я этого не говорил, зачем ты за меня придумываешь что-то? Ну, вы сказали, захватывают по 100 метров. Не захватывают, а освобождают, да, по 100, по 200 метров в день. Ну, смотрите. По 300 бывает по-разному. А сколько разграничений между российскими и украинскими? Ну, это где как, это зависит от перелива местности. Ну, примерно, минимально. Оно может быть от, вот реально, вот оно может быть реально от, там, скажем, 150 метров, 200 и до, может быть, и до километра и до двух. Но, по вашему мнению, минимально сколько? Понятия не имею. По-разному. Ну, как вы сейчас до этого сказали? 150 метров, да? Может, 150, может, бывает, бывает. А вы говорите, 100 метров. Украинские войска освободили 100 метров, а разграничения 150. То есть, украинские войска зашли на 100 метров в поле и остановились, и 50 метров не зашли до окопа. Ну, это разве реально? Разве я говорил, что они остановились в поле? Зачем это придумывалось? Не надо словами играть. Не сказали. Вот именно ты играешь сейчас словами. Ну, для чего? Особождают по 100 метров. Я сказал, по 100-200 метров в день, да. 100-200 метров в день. И давно они освобожают этими... Да, давно, давно. Когда? Несколько месяцев уже. И на сколько они уже продвинулись? Насколько? На километры они продвинулись. На многие километры, да. И они освободили уже, если я не ошибаюсь, где-то от 12 до 15 населенных пунктов. Начиная вот с июля, когда вот это началось, вот этот, типа, подготовительный этап контрнаступления. Сколько месяцев идет контрнаступление? Несколько месяцев, месяца три примерно идет. Три-четыре. Но вы же такой уважаемый блогер. Вы же должны знать, когда началось, когда закончилось. Что началось? Оно началось с предварительной подготовки, с арт-подготовки. И начала нету четко, вот какой-то день, какой-то час. Это можно сказать, что началось с 14-го года, это все началось. Вы Авдеевку не можете с 14-го года взять. Девять лет. Понимаешь? Поэтому то, что ты сейчас просишь точные даты, ты пойми, это по-детски. Ты по-детски мыслишь. Примерно два месяца, да? Ну, да, я думаю, может, месяца два месяца. Может, может быть, три месяца. Может быть, Евгений освобождает по 100 метров. По 100-го, по 200 метров, да? Да. Ну, возьмем по минималке, по 100. Ага. То есть 100 метров на два в день, на два месяца. То есть должны были продвинуться на 1200 метров, да? Ты считай, не умеешь, да? Наш на 600, извиняюсь, на 600 метров. Ты считать не умеешь, да? В смысле? Ну, в смысле прямом. Берем по 30, 30 день в месяце, грубо говоря. И на 200 вонос? Нет, вы сказали, я взял по минималке, по 100. Хорошо, давай. От 100 до 200. Да. То есть ваши войска должны были продвинуться на 600 метров. Ты 30 умножил на 100, получилось 600, да? Вот математик. Ты Лобачевский, блин, слушай. Вы сказали, два месяца. Два месяца это 60 дней. Ну да. Сами. И что? 60 дней умножить на 100, это 600 метров получилось у тебя? Ну да. А Лобачевский? Ну что, не так? В смысле? Ты таблицу умножения знаешь? Сколько будет 7 и 8? Вы знаете, что я преподаватель математики. Я это уже вижу. Сколько будет 7 и 8 преподаватель математики? 48, дядя. О, правильно, слушай. Видно, что ты преподаватель математики. Только не 48 это будет. А 300, а 600 умножить на 100, вернее, 60 умножить на 100, это будет не та цифра, которую ты сказал. Не 600 никак, понимаешь? 60 умножить на 100, это не 600. Лобачевский. Сколько километров, да? Преподаватель математики, елый. Хотите сказать километров. Слушай, зачем ты врешь, что ты преподаватель математики? А подождите, 6 километров. Ты даже таблицу умножения не знаешь. О чем с тобой говорить? 6 и 8, не 48, да? Я, во-первых, ты не сказал 6 и 8, я тебе сказал 7 и 8. А, 7 и 8, 40. 7 и 8? Да, да, 7 и 8. Ты правильно сказал 48, правильно? Нет, это сложный вопрос. А, это сложный. Лобачевский. Говорит преподавателям, зачем ты врешь, а? Я думаю, у тебя по математике было твердое 3 с минусом. И начиная с младших классов до средних, а потом ты вообще ее не учил никогда. Ну и где же мы продвинулись? Все, пошел. Лобачевский, блин. Я так и назову ролик. Встретил Лобачевского. Встретил Лобачевского. Так, друзья, ставим лайки, если вам понравилось. Мне понравилось. Распространяем видео во все соцсети. Обязательно проверяйте подписку, потому что YouTube подписывает каким-то образом. Пишите комментарии. И кто желает подписаться на Patreon, то есть больше всех поддержать канал, это под каждым роликом есть ссылочка, и вы можете это сделать. Все, вам спасибо всем большое за просмотры, за помощь каналу, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok